А в Приморском крае можно увидеть старинные книги. В Краевеческом музее поселка Кавалерово открылась выставка «Из глубины веков». Ее организатор – Арсеньевская епархия. Посетители музея смогут увидеть древнейшие книги для богослужения, жития святых для домашнего чтения, описание путешествия и даже познакомиться с деловой перепиской. Самому древнему фолианту здесь более 300 лет. Создание книг тогда было процессом длительным, требующим вложения немалых усилий. Первые книги писались вручную, чернила делались из коры деревьев или сажи. Вместо бумаги – выделанная шкура животных, вместо ручки – гусиное перо, переплет из деревянных досок. Русская книга, в общем, старинная книга, она, конечно, очень доброка наших даже детям, которые даже ничего не знают о ней. И им было интересно, посоветительный переплет. На этом плете писали, как печатали, старые печатные книги, иллюстрации. И мы вот решили, так сказать, собрать такую коллекцию. Древнерусские художники включали в орнаменты для иллюстрации образы птиц и зверей, растений и людей. Некоторые книги вставлялись в кожаные книжки-оклады и украшались серебром, золотом и драгоценными камнями. Эта традиция сохранилась в церкви по сей день. Так на выставке представлена современная напрестольная Евангелие в тяжелом кованом окладе. Общий вес книги – более 7 килограммов. Чем больше сюда детей, конечно, придет, и с ней будет проведена не просто показана выставка, а экскурсия по этим книгам, я думаю, что впечатление будет однозначно. В день открытия выставки Инна Кинемария Воробьева провела экскурсии и познакомила гостей с истоками создания письменности на Руси. Также матушка организует для школьников квесты и игры с выполнением заданий. Юные посетители музея должны побывать на всех станциях квеста, расшифровать белестяную записку ученика, написанную в 13 веке, узнать, кто такой Друкарь и что такое Буквица. Квестовая форма была выбрана, потому что детям в игре легче воспринимать новую информацию. В нашем квесте дети сами ищут ответы на вопросы. Мы уже провели квесты в Чугуевском районе, в Яковлевском районе, в селе Новососоевка, где дети, вот так очень было приятно, что дети нам сказали, приезжайте к нам еще. Выставки старинных книг из глубины веков – часть масштабного проекта Арсеньевской епархии «Дальневосточная ярмарка русской культуры». Уже второй год подряд этот проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов и включает в себя комплекс мероприятий, цель которых – популяризация культурного наследия России. Мы живем на Дальнем Востоке, в Уссурийской тайге, далеко от культурных и исторических центров нашей Родины. И сам я прожил довольно долгую жизнь в Центральной России, в Москве, в Подмосковье. А попав сюда вот уже 80-х лет, мы в эти годы обратили внимание, что здесь мало культурных памятников. Русские люди здесь жили довольно мало, где-то 150 лет. Мы все-таки русские люди, нам хотелось бы жить как не только, так скажем, экономические, политические и прочее, связанные с Россией. Большая территория. И хотелось бы, чтобы она связана была и духовность, и культура, и образование, нравственность и так далее. Завершением проекта станет ежегодный конкурс духовно-патриотической песни «Дальневосточная ярмарка хоров за веру и Отечество», приуроченный ко Дню Народного Единства. А посетить уникальную экспозицию в Кавалерово и узнать историю появления письменности на Руси можно будет до 14 марта. Продолжение следует...